друзья привет приветствую вас на своем канале сегодня мы будем готовить блюда французской кухни это будет тортифлет мы будем использовать абсолютно простые ингредиенты это картофель лук и сыр сыр нам понадобится в этом рецепте рыб лошадь рыб лошадь но вы можете его заменить сыром камамберы и в принципе что я и сделаю и вот увидите это блюдо французских альп с простейшими ингредиентами но потрясающим и очень интересным вкусом пойдемте на кухню и давайте готовить вместе и для начала нам нужно очистить весь картофель храните каждый очищенный картофель в тарелке с водой теперь нам нужно отварить картофель в зависимости от вашего картофеля среднем на это уйдет 20 минут в это время подготовим и нарежем лук я нарезаю его обычно в этой технике так мне очень нравится в классическом рецепте тортифлеты используется бекон чтобы придать блюду ароматы копчености если вы любите обязательно тогда нарезайте его а я в свою очередь решила использовать говяжью грудинку просто запеченную и совсем чуть-чуть как вы видите около 100-150 грамм кстати можно готовить и в принципе и вообще без мяса теперь мы будем пассеровать лук сковородку добавьте оливковое масло и добавьте наш лук очень важно чтобы лук не подгорал поэтому готовьте его на среднем огне нам нужно его карамелизировать и обязательно периодически помешивайте добавляю одну чайную ложку соли и примерно одну чайную ложку сахара затем я буду добавлять травы если у вас есть свежий шалфей то нарежьте его мелко и добавьте непосредственно в лук у меня в данном случае сухой и также тимьян можно добавить одну-две веточки свежего либо как у меня сухого раскрошить со временем лук начнет приобретать золотистый оттенок и карамелизироваться потому что лук содержит природный сахар и теперь самое время добавить бокал белого сухого вина всегда выбирайте качественные хорошие вина выпариваем алкоголь и в зависимости от того какое вино вы выбрали такой аромат и нотки вкуса приобретет лук попробуйте на соль у меня было не совсем достаточно я добавлю добавляем свежемолотый перец наш лук готов картофель сварим сливаем воду и охлаждаем затем на сухой сковороде без масла обжариваем бекон либо же грудинку как у меня нам нужно прогреть мясо и избавиться от лишнего жира растопить его картофель немного остыл его можно уже брать руками нарезаем его кружочками конечно очень красиво и эстетично будет блюдо выглядеть если картофель будет не распадаться на кусочки будет цельными кружками но это будет зависеть от сорта вашего картофеля и иногда от времени варки и прежде чем собрать наше блюдо полностью нам нужно подготовить сыр я разрежу камамбер вот так вдоль у меня два типа камамберы этот не сильно тягучий этот более мягкий внутри теперь емкость для запекания смажьте оливковым маслом я использую спрей и выкладываем часть картофеля в один слой если вы добавляли при варке картофеля соль то попробуйте его на вкус я не добавляла поэтому я буду его присаливать вот я добавляю соль также обязательно свежемолотый перец и и конечно мускатный орех добавляйте его по вкусу затем выкладываем бекон или моем случае грудинку добавляем листья шалфея у меня сушеный вы можете взять свежий мелко порубленный и тимьян свежий или сушеный как вам нравится затем выкладываем лук разделите его на две части потому что она потребуется для следующего слоя и и распределяйте по всей поверхности равномерно и затем добавляем сметана теперь заново повторяем все ингредиенты сначала выкладываем картофель соль если требуется свежемолотый перец мускатный орех листья шалфея и тимьян бекон или грудинку слой оставшегося лука постарайтесь распределять все ингредиенты равномерно по всей форме затем добавляем сметану добавляйте по вашему вкусу сколько вы любите хотите и выкладываем сверху сыр кстати если вы любите запеченного сыра то можно положить не один не два и не три покрыть полностью всю поверхность сыра и и теперь отправляем духовку предварительно разогретую на 200 градусов на 20-30 минут и вот наш тортифлет готов такой аромат приятного аппетита друзья спасибо